Геннадий Зюганов тут порадовал, когда вся эта буча в Казахстане только затевалась, сказав буквально следующее. Глядя на происходящее, есть над чем задуматься и Путину, и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают. А реальная продовольственная инфляция подбирается к 20% и рано или поздно народ скажет свое слово. Олигархи Чубайсы, Грефы, Голиковы обнаглели в конец. Никакого поднятия уровня жизни народа не будет, пока они творят, что хотят. Набивая свои карманы, социальное напряжение продолжит нарастать, и однажды все закончится очень печально. Нужно срочно менять внутреннюю политику, разворачивая государство лицом к человеку. Поднимая экономику, зарплаты, пенсии, хватит уже жить для элит, пришло время подумать о людях. И вот знаете, как бы я не относился к Зюганову, но вот в этом случае с ним соглашусь. Он, правда, переобулся затем, видимо, после звоночка откуда-то оттуда и понес пургу про дестабилизацию российских границ. Но первое, похоже, сказал от души. Кто-то должен был это сказать, потому что так и есть. Люди устали от непрекращающегося беспредела. Что бы там ни свистели в ящике, оно рассчитано на дураков. Давайте остановимся на этом подробнее и разберем ситуацию на Атоме. Это реальная журналистика. После небольшого праздничного перерыва мы снова с вами. Поехали! Вообще, мне кажется, что скоро полыхать начнет на всем постсоветском пространстве, потому что ситуация и у нас, и в Казахстане, и у узбеков с таджиками, и у азербайджанцев и так далее, они абсолютно схожи. Ради интереса посмотрел, сколько тот Назарбаев Казахстаном рулил с 79-го года. Ребята, 40 лет! В Азербайджане читали, и в их 50 лет у власти кто-то за это время успел родиться, вырасти, и уже начал стареть, а эти все царствуют. И ладно бы, жизнь как-то в их странах менялась в сторону улучшения, так ведь нет. Им то же самое говорят, что и нам надо еще немного потерпеть, причем у этих-то все хорошо, они не терпят. Простой пример. Шестого вечера появилась информация о том, что два самолета, принадлежащие к семье Назарбаева, приземлились в аэропорту Манасы, так и Киргизия. У меня вопрос. У твоей семьи есть самолет? У твоей и у моей тоже нет. А у семьи Нурсултана Абишевича два. Как так получилось? Мы работающие люди, не у каждого даже автомобиль имеется, а у этих самолеты частные. За какие такие заслуги? Что, тот Казахстан при Назарбаеве в пятерку крупнейших экономикой мира вошел? Нет. Граждане страны считаются одними из богатейших в мире? Тоже нет. Тогда с какого перепугу? Такие горе-чиновники пользуются всем на халяву и живут как олигархи, вернее даже не так. Сегодня на территории бывшего СНГ олигархи это и есть чиновники в России. В том числе Путин 22 года с ними боролся, в итоге олигархами стали министры. Депутаты, губернаторы, мэры, судьи. Разве не так? В Краснодаре обсуждают свадьбу века. Судья краевого суда Елена Хахалева устроила шикарное торжество для своей дочери. Вел церемонию Николай Басков для гостей ПЛ Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Осип Кобзон. О свадьбе на широкую ногу в своем инстаграм-аккаунте рассказал юрист Сергей Жорин, сообщив, что потратили на торжество не меньше двух миллионов долларов. Нет, раньше у нас с ними было негласное соглашение. Ребята качают нефть и прикарманивают себе эти деньги. Мы делаем вид, будто не видим Монова. Они взамен не лезут к нам в карманы и где-то до 2010-2011 года данное соглашение выполнялось. А потом, господа, начали наглеть и, повторюсь, полезли к нам в карманы. Вот недавно ведь вам эту историю рассказывал в Петербурге. В одном из центральных районов города чиновники местной администрации потратили на себя 89% бюджета. Фига себе. Значит, люди платят налоги. Предполагается, что эти деньги пойдут на общие нужды какие-то, может быть, соцвыплаты. Строительство условных школ, больниц, детских садов, на ремонт ветхого жилья. Наконец, жители этого района именно на это скидывались. А что, чинуши? А чинуши распихали бабло по карманам, зарплат премии себе навыписывали. Им же оно нужнее. И у нас вот от села до Бельгоф, до федеральной трассы, 50 километров. А зачем вам машина дать? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Мы содержим какие-то партии, которые нафиг не нужны. Содержим отдельно взятых чиновников. Их раздутые до нельзя аппараты у нас сегодня госструктур больше, чем предприятий, работающих в реальном секторе экономики. То есть тех, кто деньги зарабатывает, меньше тех, кто их прожирает и количество дармоедов только растет. Вот любят, ура, патриоты-байки про то, как эти-то уже наворовались, а придут новые. Начнут воровать с утроенной силой? Да нет, в тысячный раз скажу. Несменяемость власти приводит к тому, что паразитов будет становиться все больше и больше. Дочки-сыночки подросли. С женами-любовницами обзавелись внучки, у кого-то стали взрослыми. И всех нужно к кормушке пристроить, вот только нефти. На такую шоблу уже не хватает, потому и лезут в наши карманы. И ладно бы действительно какие-то нормальные бизнесы эти дочки-сыночки создавали, которые помогали бы развивать экономику. Нет. Вот чем, например, занимаются дочери министра обороны Шойгу? Вы узнаете, а я вам расскажу ничем. Бабки пилят бюджетно, а одна возглавляет какой-то сомнительный психологический центр при МЧС. Причем, как психолога, ее никто не знает. Никаких своих методик у нее нет, все из Яндекса. Вторая вообще каким-то мутным фондом рулит, который бог знает, чем занимается. Вот одну из ее детищ, они рекламную кампанию по улучшению имиджа России проводили на автозаправках. Плакаты развешивали, типа Россия это скрепы. Какая польза от действий тех девчуг для экономики страны? Ами Зулина младшая. Лигу безопасного интернета возглавляет. Да она в том интернете, как слон в посудной лавке. Максимум котика может лайкнуть в одноклассниках. То есть вы правда на полном серьезе сейчас говорите, что вы никогда не видели дудя до того момента, как вам кто-то не... Нет, я, конечно, какие-то куски видела, которые мне рекомендации подсовывают в соцсетях, там, Фейсбук, там, я не знаю, там, Ютуб тоже, да? Кстати, а вы ведь тоже периодически натыкаетесь на подобные новости, задержали какого-то там чиновника или высокопоставленного силовика, у которого нашли несколько грузовиков наличных денег, и кто-то говорит, ооо, все-таки ведь борются с коррупцией. Кто-то, у кого есть чувство юмора, эх, и не поделился, наверное, с кем-то там. Вот только я расстрою тех и других. Никакой борьбой с коррупцией там близко не пахнет. Просто освобождают место под какого-нибудь очередного сыночка. Слили ненужную шестерку на ее место, чей-то родственник плюхнулся. И вот такое положение вещей хуже любой коррупции, потому что ни один генерал своего родственника не посадит, даже если тот по полной зашкварится. Ну, не даром же элиты начали секретить свои персональные данные. Когда-то на жен детей активы переписывались, и вот нежен и дети сами встроились в грязные схемы. Переписывать стало не на кого. Вот и весь секрет Полишинеля, а самое важное, что данный процесс уже не остановить, да и некому останавливать элементарно. То, что они сами говорят, что у них триллион воруют из бюджета, триллион рублей, можете себе представить? Я сейчас смотрел бюджет Ростова-Великого, собственные доходы 80 миллионов, куром на смех. Триллион украли, никто не сидит. Нормально? Ростова-Васильева в 11-комнатной квартире, Сердюков летает зад-вперед и арестованный под домашним арестом может заниматься любимым делом. То есть любовью. Нормально это все? Простой и понятный пример, пожалуйста, вы ведь тоже, как и я, 31 декабря посмеялись над нашим типа национальным лидером, который записывал новогоднее обращение в бронежилете. «Сказали бы мне, а таком лет 10 назад не поверил бы, а сейчас, пожалуйста». Новый год, Путин в бронике, последние пару лет в гункере от всего мира прячется, носа не высовывает. Раз в три месяца его оттуда вытаскивают, встряхивают пыль, снимают, как дед виртуозно поймал ручку и снова под замок. Весь 21-й страной реально руководили всякие Поповы и Голиковы. К чему я это? Да просто очевидно, что царь уже не царь. Он не в состоянии больше контролировать того монстра, которого сам же и породил. Вы думаете, он от нас с вами за бронежилетом прячется? Нет. От своих вчерашних друзей, потому что ребятишки почувствовали вкус больших денег, почувствовали неограниченную власть и случись что, друзья сольют первыми. Пример Казахстана это наглядно продемонстрировал. Но Назарбаев ведь, уходя на заслуженный отдых, был уверен, что подстелил себе соломки, посадив в кресло головы государства якобы своего человека. Но как только запахло жареным, соломка в лице Такаева предпочла от бывшего патрона откреститься и отправила того в отставку, не удивлюсь, что на Абишевича впоследствии всех собак и повесят. Поэтому, друзья, нам надеяться-то не на кого. Владимир Владимирович нас точно не защитит. Ему бы самому от жадных до денег приятелей защититься. На оппозицию надежды тоже никакой. Зюганова вот как раз начали. Руванул воздух шашкой и в кусты. И у нас вся оппозиция такая. Летом прошлым, помните, рассказывал про Диму Ионина. Тогда еще он был депутатом Госдумы от Справедливой России. Но отказался от мандата в пользу конкурента Единоросса. Хотя выбор он бы в легкую выиграл. Намедине узнаю, что Дима теперь трудится заместителем губернатора Свердловской области. О как! А ведь непримиримым оппозиционером как будто бы был. Или его коллега по партии Бурков. Пожалуйста, ух! Как уж этот мужчина воевал с чинушами из ядра, когда жил в Екатеринбурге. Журналисты его обожали просто. А потом дедушка Вова предложил Александру Леонидовичу губернаторское кресло в Омске и все. Сдулся оппозиционер, встроился в систему, что называется. Поэтому, господа, еще раз. Надеяться нам с вами можно только на себя. Но для этого не помешало бы осознать, что на самом деле творится и в верхах не телевизор слушать, а хотя бы иногда. Время от времени анализировать получаемую информацию, иначе поезд до остановки крепостное право отправляется с первого пути ждать уже недолго. И мы прям на эту остановку торопимся. Все! Переваривать это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. Проверяйте подписки, слетают потому, что в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok